В этом зале представлены работы художников-шестидесятников, друзей и соратников Георгия Костаки. Он специально не собирал современное искусство, но так получилось, что у него сложилась очень большая коллекция неофициального искусства второй половины XX века. Сегодня все эти произведения принадлежат Наталье Ополевой и музею АСС. Но начать стоит, конечно же, со Зверева. Любимый художник Костаки, он его направлял, по-своему курировал. И вот эта серия зверевских гуашей, в которых просматривается влияние и кубизма, и русского авангарда, и футуризма, но если говорить, например, о портрете Велимира Хлебникова, знаменитого русского поэта-футуриста, конечно, сделана была специально для Костаки в его доме. И до последнего момента хранилась у дочери Георгия Деонисовича Алики Костаки. Она-то ей передала, подарила эту серию музею Зверева. Сегодня уже благодаря вот этой серии, благодаря таким работам Зверева, меняется отношение к художнику. Если раньше он считался исключительно реалистом и таким лирическим экспрессионистом, сегодня говорят об очень сильной авангардной струе в творчестве Зверева. Переходим к еще двум редким работам. Художник живой классик Олег Цилков. В данном случае мы представляем две очень ранние его живописные композиции. Одна фигура, вторая канатаходец. И обе они созданы в 1957 году. Сам художник говорит, что таких картин осталось три. Где-то еще в какой-то коллекции есть третья. Возможно, мы ее в скором времени обнаружим. Конечно же, почему Цилков выделяет все эти работы из своего более позднего творчества? Потому что здесь абсолютно очевидно влияние Леже, Пикассо, тех художников, которые открыли молодые русские живописцы, молодые русские художники после войны. Это вот как раз начало нового модернизма, нового авангарда в русском искусстве. Далее через «Эрнста неизвестного» переходим к «Франциско Инфанто». Еще один живой классик, соединивший в своих композициях спирали и волн, физику и лирику, живопись и графику. Еще до века компьютерных технологий он уже предсказал вот такого рода произведения в новом медиаформате. Очень интересный, неожиданный коллаж «Холст» Евгения Рухина. Евгений Рухин – это представитель ленинградского андеграунда, хотя он очень дружил со всеми московскими художниками, в том числе и из Костаки, и подарил коллекционеру это произведение. Сам он по образованию геолог, и многие находят в его работах вот такие геологические пласты, когда он работает с историческими материалами. В данном случае это еще и такой предшественник поп-арта. Евгений Рухин взял старинный стул, разложил его на детали и собрал из них вот такую полуабстрактную композицию. Художник умер в возрасте 33 лет при довольно странных и загадочных обстоятельствах во время пожара в своей мастерской. Художник, с которым очень часто сравнивают Зверева и говорят о двух гениях экспрессионизма в России – Звереве лирике и более жестком, более концентрированном экспрессионисте Владимире Яковлеве. Судьба и личная, и творческая Яковлева трагична. Как известно, он большую часть жизни провел в психиатрических клиниках и под конец жизни фактически ослеп. Но каждая его работа – это своего рода внутренняя проекция, вовне образов и сюжетов, с которыми обычно связывается модернистское искусство. Одним из самых любимых художников Яковлева был, конечно, Пабло Пикассо. Сегодня работа Яковлева смотрится невероятно современно. И когда, например, музей АСС создавал проекты за рубежом, в Италии, иностранные зрители выделяли Яковлева из всех художников-нонконформистов. Я говорил о том, что любимым художником для Кастаки всегда оставался Анатолий Зверев. Однако и по воспоминаниям самого Кастаки, и как рассказывает его дочь Алике, за границей, уже будучи в эмиграции, Кастаки очень тосковал по общению с другим своим, особенно ценимым художником, Дмитрием Краснопевцевым. Краснопевцев – несколько иной по темпераменту человек, нежели Зверев и сам Кастаки. Он более сдержан, замкнут, создавал вот такие метафизические натюрморты. Но, возможно, Кастаки видел в этих натюрмортах своего рода бегство от советской реальности. Собственно, его коллекции и все, что возникало в его доме, искусство – это была такая попытка внутреннего сопротивления. И то, что Дмитрий Краснопевцев делал как художник, Кастаки делал как коллекционер, то есть создавал новую реальность. В этом зале два скульптурных объекта. Один – это небольшая композиция Эртона Неизвестного. Второй – это сложный калаш в смешанной технике, но главным образом это дерево Игоря Шелковского. Нужно сказать, что в последнее время наш музей очень тесно сотрудничает с Игорем Шелковским. Недавно он, например, создал большой арт-объект деревни Никола-Ленивец «Красный мост». И все это благодаря участию в музее АСС. Но в данном случае очень раннее произведение Шелковского, когда он, молодой художник, в начале 70-х годов пытается экспериментировать с формами русского авангарда. Перекладываю их уже на новый язык, нового времени. И в данном случае мы видим такую композицию, которая, с одной стороны, абсолютно абстрактная и кажется, что создана в традициях клюна, того, что и собирал сам Кастаки. А с другой стороны, здесь уже возникает образ города, который будет значим для всего творчества Шелковского в последующее время. Нужно сказать, что после отъезда в эмиграцию в середине 70-х годов Шелковский фактически лишился всех ранних своих произведений. И вот только в собрании Кастаки обнаружились такие уникальные, интереснейшие ранние его работы. Завершить нашу экскурсию мне бы хотелось произведением художника, который принадлежит несколько к иной группе, к иному поколению неофициальных художников Москвы. Игорь Макаревич. Его относят больше к концептуалистам, не к нам-конформистам, хотя он и дружил с Георгием Дионисовичем, и вот его произведение есть в коллекции Кастаки. В данном случае удивительное произведение, где перед нами 25 масок, 25 воспоминаний о друге. Хотя на самом деле это маска одного человека, самого художника, который снял ее с своего лица. Ну вот такой своеобразный масочный режим. Продолжение следует...